Здравствуйте! В эфире программа «Протокол». С вами я, ее ведущая, Зарина Нурулина. Смотрите сегодня. Количество преступлений в Альметьевском районе возросло. Какие правонарушения наиболее частые? Мертвые души детского сада. Бывший заведующий обвиняется в незаконном трудоустройстве и хищении средств. Сбил пешехода и скрылся. В Альметьевске расследуют обстоятельства аварии, совершенные сотрудником полиции. Более 2000 преступлений было зарегистрировано в Альметьевском районе в прошлом году. Это на 16% выше показателей 2016 года. При этом показатель преступности в городе ниже, чем в других районах и по республике в целом. Какие нарушения наиболее частые? Далее в материале. Значительное влияние на рост преступности в городе и районе оказали мошенничество с использованием сотовой связи и интернета. Число подобных преступлений выросло на 185 фактов и составило 395. Несмотря на предупреждения полицейских и разъяснения в средствах массовой информации, немало жителей становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости. Треть данных преступлений совершено путем хищения безнадежных денежных средств. Впечатлениями гражданами для оплаты товаров и услуг, предложения которых размещены в интернете. Кроме того, значительное число преступлений совершено под предлогом вложения денег и средств под большой процент и оказание помощи родственникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. За прошлый год полицейским удалось раскрыть более 1300 преступлений, среди которых 310 относятся к тяжкой и особо тяжкой категории. За прошлый год было задержано 47 подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следствия, дознания или суда. Установлено местонахождение 17 лиц, пропавших без вести. Положительные результаты были достигнуты в борьбе с экономическими преступлениями, с фактами незаконного оборота наркотических средств и алкогольной продукции. Сотрудники мобилов, незаконный оборот, изъяснили 8 килограмм наркотических средств. Выявлено 51 факт сбыта, 2 факта содержания наркопритона, 3 факта контрабанды и 187 фактов хранения наркотиков. Сот направлено на уголовные дела по 200 наркотических преступлениям, изъяснили 28 фактов сбыта наркотических средств. 6 уголовных дел было возбуждено по статье 238 УК РФ. Производство хранения, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 5 лет, лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Шесть продавцов города и района были привлечены к уголовной ответственности за повторную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. По статье 151.1 УК РФ розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Исправительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, и вывелено 108 нарушений требований федерального закона от 22 ноября 1995 года номер 171 ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления, распития алкогольной продукции, в том числе 78 фактов продажи алкогольной продукции до 10 и после 22 часов. В прошлом году снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Однако выросло количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. По итогам прошлого года число таких правонарушений увеличилось почти на 99%. По словам правоохранителей, причина тому – свободный доступ детей к информации в интернете, которая пропагандирует жестокость и насилие, а также материалом сексуального характера. Значительное количество преступлений, совершенных против половой неприкосновения, совершенных в отношении несовершеннолетних в этом году, то есть в прошлом году – 88. Направленный суд, резонанс в уголовном деле по 96 преступлений, совершенных жителями города Альмейска в отношении 67 из разных городов Татарстана, в которых 69 преступлений против половой неприкосновениях и 27 распространения в использовании интернет-порнографических материалов среди несовершеннолетних и изображения несовершеннолетних. К сожалению, жертвами дети стали и на дорогах района. Более 90% ДТП с участием детей совершается по вине водителей. В прошлом году произошло 21 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. При этом 7 детей являлись пешеходами, 7 детей – пассажирами, а 2 – велосипедистами. Всего в ДТП пострадало 20 детей и один ребенок погиб. По версии следствия, почти 8 лет бывшая заведующая детским садом Альметьевска получала зарплату за других сотрудников. Как следует из материалов дела, женщина эффективно трудоустроила 14 человек. Сумма заработанных таким путем средств насчитывает несколько миллионов рублей. Сейчас дело рассматривается в суде. История начинается в 2008 году. По материалам уголовного дела, тогда, будучи заведующей детским садом номер 29 Лукоморье, подсудимый, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила двух женщин. Фактически в дошкольном учреждении они не работали. В пользу служебным положением заведующая подделывала документы о начислении им заработной платы и ежемесячно сдавала их в бухгалтерию управления образования. Будучи заведующей детским садом, издает препятствия распоряжения по учреждению. Другие локальные акции, обязательные к исполнению сотрудников учреждения, обеспечивает расстановку кадров и комплектования учреждений с детьми. В соответствии с суставом принимает работу и уважает сотрудников, руководит работой педагогов, педагогическим составом, действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях учреждений. Ежемесячно оформляет и издает в бухгалтерию этапию учет рабочего времени всех сотрудников учреждения. В итоге по так называемым мертвым душам незаконно была начислена заработная плата на общую сумму более 558 тысяч рублей, которые присвоила обвиняемая. По этой же схеме заведующая в период с 2010 по 2016 год устроила на работу еще 12 сотрудников, но уже в детский сад номер 45 «Космос». Кого-то на должность воспитателя, кого-то медсестрой, а кого-то костеляншей. При этом две женщины из общего списка – это те, которые до этого уже работали в детском саду Лукоморье. По версии следствия, заработную плату начисленную липовым работникам на общую сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Обвиняемая также присвоила и распорядилась по своему усмотрению. Знаю, что я должностная обязанность инструктора по физической культуре воспитателя не исполняла. Ежемесячно из дополнительно подписывала табель учета использования рабочей время расчета заработной платы. В итоге муниципальному бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей. Бывший заведующий обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса. В части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями. Использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организации, либо охраняемых законом интересов общества или государства». В части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог. Деяние, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организации, либо охраняемых законом интересов общества или государства». Также она обвиняется по части 3-4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное в использовании своего служебного положения в крупном размере. В целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на ее квартиру стоимостью 2 миллиона 200 тысяч рублей. На данный момент уголовное дело рассматривается в городском суде Альметьевска. «В своих выпусках мы не раз говорили о водителях, которые, пренебрегая правилами, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Недавно таким нарушителем оказался сотрудник правоохранительных органов. За серьезный проступок его ожидает наказание». ДТП произошло 3 февраля на улице Советской. В 5 часов утра водитель сбил пешехода на зебре. Но после столкновения виновный не только не помог пострадавшему, но и скрылся с места аварии. Спустя 20 минут водителя задержали сотрудники ГИБДД. Нарушителем оказался сотрудник уголовного розыска. По данным ГИБДД, у него были признаки алкогольного опьянения. Но от медосвидетельствования он отказался. За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, было принято решение уволить нарушителя из органов внутренних дел. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Пострадавшего пешехода с травмами доставили в медсанчасть и госпитализировали в реанимацию. Напоминаем, что за вождение в пьяном виде водитель ждет наказание по статье 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Решением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. На этом у нас все. С вами была Зарина Нурулина. Будьте начеку и помните, что незнание закона не освобождает от ответственности.